Среди танковой колонны мы заметили интересную машину, такую ещё точно не видели, нашпигованную различной техникой и антеннами с загадочным названием «Инфауна». Антенн много, чтобы подавить каналы управления вот этих самых минно-зрывных устройств, необходимо закрывать большой диапазон, и вот для этого, соответственно, всё мы видим, то, что на машине. Кроме того, машина может защитить колонну техники от применения стрелкового оружия, гранатомётов. Даже лазерная система наведения фиксирует. Фиксирует как? С помощью специальных камер, которые по периметру машины находятся, очень чувствительные. И, соответственно, как только вспышка или лазер, сразу же проходит сигнал, и происходит постановка аэрозольной завесы. Аэрозольная завеса может включаться как в ручном режиме, так и в автоматическом. То есть только вспышка, сразу бух всё выстрелил. Спектр задач машины впечатляет, и я решил познакомиться поближе с этой электрофауной. Встреча получилась неожиданно жаркой, несмотря на то, что журналистское любопытство, а зачастую просто глупость, всегда толкает нас в самое пекло. Сейчас мы увидим, как работает Энпауна. Ставится аэрозольная завеса. Пожалуй, это самое яркое впечатление от нашей командировки. Вот что значит гореть на работе. К российскому батальонному комплексу радиоразведки и радиоэлектронной борьбы нет аналога в мире. Он оснащен самыми современными средствами подавления связи и управления, а также оптико-электронной разведки. Так что подорвать фугас врагу так просто не получится.